Рынок вот этого образования стал невероятно расти. На этом рынке в результате эти узкие горлышки образовались в огромных количествах. Дальше большие игроки начнут сюда приходить. И что там станет с отдельными игроками, которые производят или которые дистрибутируют и так далее. Это сейчас большой вопрос. И как это дальше будет социализироваться, потому что в тот момент, когда большие игроки придут, они начнут правила вводить. — Получается, в программирование уже никто не заходит? — Это понятно, что уже большие игроки пришли. Но точно так же и продакшн. Я поэтому не случайно спрашиваю про капитализацию, потому что вполне возможно, что в какой-то момент симбиоз с каким-то крупным игроком, с Яндексом, с Асбером, с Мэйл и так далее будет необходим. И здесь вопрос вас спросит, что вы собой представляете. И здесь тоже будет... Как в Голливуде, они же сожрали все друг друга. Дисней уже сожрал, по-моему, все, что только было можно и нельзя. И дальше это будет просто продолжаться. И мы тоже окажемся в конструкции, при которой мы или сможем найти правильный симбиоз с такой крупной системой, или просто она заберет наши школы, сказав им, что здесь вам будет комфортнее, мы вас будем продавать на каждом углу. А не то, что вот эти мелкие когда-то... — Это тоже уже происходит. То есть, когда, по большому счету, вот есть спикер, да, и к нему могут прийти ребята и сказать, мы тебе просто 5 миллионов заплатим, мы будем тебе платить там роял, типа, 50 тысяч ничего не делай. Либо приходят ребята, которые говорят, надо работать, и в потенциале что-то будет, ну, вот с такой вероятностью. Да, это уже происходит. — Да. Вот. Поэтому здесь опять мы возвращаемся к вопросу, что, да, что является нашим продуктом, что такое наша компания как таковая, да, и, соответственно, что из этого, где лежит прибыль реальная, да, потому что сейчас у вас прибыль есть. Ну, то есть, сам по себе рынок сейчас такой, что он позволяет получить прибыль.